здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры это сегодняшнее видео которое было без звука сейчас запишу надеюсь со звуком как говорится микрофон уже старый так что не серчайте сегодня с вами разберем партию двух международных гроссмейстеров евгения кондрыченко и романа щукина был разыгран дебют игра каулена дебют назван в честь одного из чемпионов российской империи фердера альбертовича каулена gf4 fe5 hg3 мы в этой позиции есть много систем можно сыграть gf6 можно ed4 можно b5 можно bc5 роман щукин избрал от bc5 белые развивают свой сильный фланг cb4 черные строят ударные колонны на своем правом фланге а b6 b5 b7 белые играют bc3 и грозят связать правый фланг черных поэтому черным надо разгрузить свой фланг разменом cd4 бой бой затем черные проводят характерный для этого дебюта размен 2 на 2 e d4 и а g5 и создается позиция с преимуществом у белых в этой позиции возможны два два хода fe3 и de3 fe3 сохраняет преимущество за белых а de3 уже приводит к примерно равным позициям даже инициативу в некоторых случаях перехватывают черные смотрите на fe3 черные играют на de3 черные играют gf6 и здесь возможны два хода cd2 ставит белых на грань поражения а e d4 еще сохраняет равенство после e d4 черные играют e d6 с угрозой видите dc5 разменяться и полностью захватить центр поэтому белым надо уже здесь либо меняться dc5 ну после fe5 cd2 возникает примерно равные позиции еще в этой позиции возможен ход ab4 но после de5 и размена fe3 есть преимущество также у черных здесь создаются более приятные позиции черные занимают центр и белым надо думать о защите ну и также рассмотрим партию соломон блиндер против василия сокова соломон блиндер это родной брат неоднократного чемпиона ссср бориса блиндера партия он сыграл cd2 этот ход уже слабый черные занимают центр ходом fe5 белые играют dc3 ну и на ход hg7 играют ab4 с идеей разменяться назад черные полностью оккупируют центр gf6 и после размена cd4 василий соков находит очень сильное продолжение ab6 после этого хода белые уже не могут защитить партию на самом деле василий соков в этой партии играл как компьютер даже компьютер не сможет усилить эти варианты далее в партии было e d4 белые не дают черным сыграть bc5 и черные играют e d6 им это в принципе и не надо ну и в этой позиции уже ходы dc3 d e3 fe3 примерно ведут к одному и тому же смотрите допустим на dc3 черные нападают dc5 приходится закрываться fe3 и черные играют d e7 и e d6 на любой ход допустим e f2 e d6 и видите белым просто некуда прилично пойти остается только сдаться соломон рассчитал эти варианты и решил разменяться dc5 черные бьют на b4 и играют cd6 в принципе этот размен участи белых не изменил они все равно проигрывают допустим d e3, d e7, e d2 dc5, cd4 проблема белых в том что у них видите очень слабый левый фланг кроме того слабая шашка h6 и вот шашка черных h2 очень сильно стесняет силы белых черные меняются назад b5 белые игра dc3 e d6 e f4 dc5 у белых пошли единственные ходы fe3 cb6 cd4 черные снова меняются назад ну и выясняется что позиция белых проигранная на ход e d4 черные напали fg5 ну и тут есть два хода на ход fe5 просто черные меняются gf4 ну и белым некуда ходить на dc5 играем fg3 и ходы белых заканчиваются а если же h2 тогда cb6 ну и тут возможен такой вариант белые жертвуют шашку пытаются прорваться в дамки черные тут же ловят тут ничего сложного партии соломон еще в этой позиции после fg5 отдал шашку и попытался пройти в дамки но черные сами отдают лишнюю шашку и нападают сразу же на 2 в этой позиции соломон блиндер сдался ну здесь как еще можно было сыграть можно было сыграть hg7 черные бы побили шашку ну и на ход f4 можно сыграть дамкой на поле c5 то есть белые вынуждены отдать вторую шашку черные проводят три шашки в дамки строят треугольник петрова и легко побеждают вот друзья это партия 1934 года так рассмотрели ход d e3 он все таки слабый но в этой позиции у белых есть гораздо более сильный ход f e3 черные играют gf6 и тут есть два варианта e d4 и dc3 после e d4 возникают варианты которые в свое время прошлифовал ленинградский мастер Александр Савинок давайте рассмотрим сперва ход e d4 тоже сильное продолжение но оно довольно таки форсированное теперь у черных есть два хода размен cb6 и ход e d6 e d6 уже практически проигрывает партию как например было в партии Харченко-Евсюков по переписке 1965 года а b4 черные нападают d e5 и белые просто закрываются dc3 то есть связки здесь выгодны за белых черные играют ef4 белые играют ef2 грозят напасть в поле g3 но черные здесь ничего не могут белым противопоставить fg5 и белые нападают черные пожертвовали шашку и хотят отдать вторую шашку и прорваться в дамки но здесь у белых выигрыш bc5 gf2 бой и черные прорываются в дамки но облегчение это им не приносит белые нападают на шашку cd6 надо меняться лучшего нет ну и здесь черные сдались давайте попробуем продолжить вариант белые играют ef6 и видите черным приходится играть b5 и белые постепенно проводят шашку d6 в дамки а нападения с поля h2 нет из-за несложной комбинации белые отдают одну шашку затем еще две и вводят дамку черную с выигрышем разобрали под ed6 здесь очень слабый здесь в этой позиции надо меняться cb6 теперь белые играют ab4 и давайте рассмотрим партию савинок степанов из чемпионата ленинграда 1987 года черные сыграли ed6 и белые решили пожертвовать шашку d5 черные забирают шашку белые нападают и черные отходят белые связывают правый фланг черных но несмотря на лишнюю шашку создается примерно равное положение здесь черным даже надо играть аккуратно обратите внимание что проигрывает ход cb4 после этого хода белые проводят несложный удар и побеждают например cb2 dc3 черные пытаются прорваться в дамки допустим cd4 cd8 cb8 d3 белые напали надо отходить ну и тут белые легко побеждают отдаем шашку и обрезаем черных по большой дороге то есть после хода b3 играем допустим ну на любое поле допустим на 1 рано или поздно черные играют fe7 и тогда мы меняемся размениваем шашку h8 ну и черным остается только сдаться черные то увидели и сыграли в партии hg7 белые играют f2 снова обратите внимание невозможен ход cb4 из-за присоски dc3 и черным некуда бить то есть если они бьют на c5 белые прорываются в дамки и легко побеждают если же черные бьют ну на d2 или b2 тут без разницы тогда белые подрывают пункт f8 и побеждают здесь проблем нет черные снова это увидели и сыграли de3 попытались выиграть шашку на самом деле этот ход проигрывает ничья еще была но мы ее рассмотрим позже белые бьют на f4 и черные играют cd4 думая что у них выигрыш за счет лишней шашки но ничего было белые снова жертвуют шашку и играют fg5 и создается парадоксальная позиция черные в цукцванге то есть их очередь хода а ходить некуда все ходы проигрывают в партии Игорь Степанов еще сыграл d5 прошу прощения gf6 пожертвовал шашку и сыграл d5 белые были в жесточайшем цветноте но все-таки нашли выигрыш выигрывал и ход ed8 но белые сыграли hg7 черные побили на d6 и белые поставили прошу прощения белые поставили дамку на f8 черные сыграли ef4 и белые нападают приходится жертвовать две шашки и играть fg3 белые ставят дамку на e3 то есть не дают сыграть gf2 из-за жертвы дамки и нападения сзади и черным остается только сдаться поэтому черные в этой позиции еще раз пожертвовали шашку и сыграли gf2 все-таки они прорываются в дамке но ценой больших материальных жертв белые сыграли дамкой на c1 ну и после того как черные поставили дамку на e1 белые проводят три шашки в дамке строят треугольник петрова и побеждают в данном случае деталь g1 h2 нисколько белым не мешает выигрыш белых бесспорный давайте теперь рассмотрим все-таки ничью как правильно было играть в этой позиции ничья еще была для этого надо было сыграть gf6 теперь белые играют d3 надо сыграть fe7 ну и после хода ef4 тут проще всего черным вернуть лишнюю шашку сыграв d3 обратите внимание что принимать шашку белым нельзя из-за несложного удара d5 и черные побеждают поэтому поэтому в этой позиции белым приходится бить b на d4 и здесь уже черным надо играть аккуратно если побить допустим на c5 белые пожертвуют еще одну шашку и прорываются в дамки здесь создаются довольно-таки неприятные построения за черных так лучше не играть в этой позиции проще побить так сюда сюда в этой позиции черным проще всего побить на g5 и затем разменяться dc5 и тут еще за черных есть прикольная ловушка этюдный выигрыш ну проще всего белым форсировать ничью ходом cd2 и после хода cd4 напасть зайти в любки fe5 черные сыграют dc3 и можно побить и на b4 и на g7 тут без разницы белые достигают ничьей но если белые неосторожно сыграют fg3 тогда черные играют cd4 и в этой позиции неожиданно проигрывают напрашивающийся ход g4 из-за известной этюдной идеи черные играют dc3 и на ход fg5 играют fe5 у белых единственный ход g6 ну и после хода ef6 белые вроде бы легко достигают ничьей то есть отдают шашку и вроде бы прорываются в дамки но не тут то было черные красиво жертвуют две шашки и производят так называемый удар каблуком с выигрышем такая ловушечка так рассмотрели ход e4 в этой позиции но в партии Кондраченко Щукин Евгений сыграл dc3 роман роман сыграл fe5 и белые начинают снова атаковать левый фланг черный ed4 снова ef6 закрываться плохо поэтому роман отходит ef4 белые играют ef2 и черные играют hg7 здесь Евгений делает классный ход cd2 это уже возник шлиф гроссмейстера чемпиона мира маркиела фазылова из Узбекистана в этой позиции у черных есть 4 хода cb6 cd6 ed6 и gf6 ну самое сильное продолжение которое ведет к ничей это ход cd6 давайте рассмотрим сперва его после cd6 белая игра от fe3 и видите отходить нельзя из-за несложного удара ef4 и белые побеждают поэтому после нападения черные обязаны меняться gf6 бой бой белые играют fe3 d3 и грозят пройти в дамки после размена ab6 поэтому черным надо играть hg3 за белые меняются ef4 ну и после всех разменов возникает позиция с преимуществом у белых но этого преимущества недостаточно для победы например fe7 ab4 ef6 cd4 dc7 белые нападают dc5 и черные также нападают на шашку белых fe5 бой бой белые ну допустим ставят дамку на поле f8 черные жертвуют шашку gf2 и также проходят дамки приходится отходить тогда черные снова нападают на шашку приходится снова отходить и черные сперва разменивают шашку белых a5 ну и на любой ход без разницы игра от ab6 то есть в этой позиции уже постепенно белые не могут выиграть черные постепенно достигают ничей то есть на любой ход допустим fg7 черные меняют шашку b4 и достигают ничей такая далеко не очевидная ничья но на самом деле это лучшее что было у черных то есть ход cd6 здесь спасал давайте теперь рассмотрим ход gf6 например как было в партии фазылов савинок из чемпионата мира 1992 года после этого хода у черных ничья еще сложнее белые нападают fg3 и в партии Александр савинок растерялся он сыграл fg5 этот ход уже проигрывает а на самом деле здесь спасал ход fe3 ну и после жертвы надо было меняться cb6 эту позицию мы еще рассмотрим чуть позже она ничейная у белых огромное преимущество но выигрыша нет в партии же было fg5 и белые остались с лишней шашкой то есть они разменялись е6 далее было fg7 cb4 g6 dc5 и белые постепенно победили шашка лишняя она здесь здоровая то есть ход gf6 здесь плохой также здесь плох ход ed6 черные стоят на грани поражения то есть после этого хода белые снова нападают видите нельзя отходить из-за удара ef4 и белые окажутся в дамках поэтому черным приходится играть d7 временно жертвовать шашку и тут же ее отыгрывать gf6 белые строятся на своем левом фланге и полностью связывают силы черных черных играет только одна шашка hg3 вынужденный ход ну и после dc3 черные вынуждены отдать шашку и поставили дамку белые играют cd4 и грозит допустим на ход gh2 грозит удар cb6 и белые легко победят здесь еще черных спасает комбинация можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничейную комбинацию за черных очень красивая вещь черные играют fg7 жертвуют шашку затем отдают еще одну шашку ab6 затем еще одну затем еще одну наконец отдают последнюю шашку и красиво снимают три шашки белых и дамку следующим ходом они займут большую дорогу и черные достигают все-таки ничей в этой позиции тоже сложная ничья неочевидно в партии роман разменялся cb6 в этой позиции после этого хода еще возможно как раз жертва которая могла быть в партии фазылов савинок в партии евгений кондерченко против романа щукина евгений напал fg3 и роман здесь допустил окончательную ошибку он сыграл еf6 этот ход проигрывает давайте сперва рассмотрим партию еf6 белые бьют и черным надо меняться после после всех разменов выясняется что сходки здесь в пользу белых как бы черные не ходили то есть белые сыграли dc3 и на ход gf6 сыграли cc2 бесполезно здесь играть fe5 и за d e3 ну и черные вроде бы проходят дамки но их дамка тут же ловится например e d4 cb4 ef6 bc3 fg7 cb2 белые ставят дамку и черным некуда ставить дамку она тут же ловится то есть если поставили сюда на 1 ловим дамку таким образом если черные ставят дамку на c1 тогда ловим дамку таким образом легкий выигрыш Роман это все посчитал поэтому в этой позиции он сыграл fe7 максимальное сопротивление Евгений сыграл d e3 ну и после хода e d6 выясняется что у белых форсированный выигрыш белые нападают cd4 приходится отходить затем заходят лютки Роман отдал две шашки и сыграл cb2 еще сопротивляется белые играют gf6 и черные ставят дамку на c1 Евгений отошел e d4 и Роман сыграл дамкой на f4 можно было в принципе в этом в этот момент уже сдаться но Роман друзья видимо как-то почувствовал что Евгений уже расслабился в этой позиции обратите внимание выигрывает выигрывает сразу же три хода за белых hg7 выигрывает fg7 выигрывает dc5 выигрывает но не выигрывает ход fg7 именно так и пошел Евгений Кондрыченко и как ни странно здесь уже ничья а Роман Щукин четко играет на c1 и выясняется что выигрыша как не бывало то есть смотрите на ход hg7 черные нападают сзади и как бы белые не ходили они либо теряют либо одну шашку либо две то есть тут никак не защититься и кроме того теряют большую дорогу если же в этой позиции белые играют d8 как и было в партии то черные нападают сзади приходится отходить и черные успевают занять большую дорогу белые проводят вторую дамку но не более того здесь уже выигрыша нет есть ловушки но выигрыша нет именно так и закончилась партия в ничью вот так друзья так что играйте до конца в шашке никогда не расслабляйтесь ну а теперь рассмотрим все таки ничью какая ничья была еще в этой позиции то есть в этой позиции уже проигрывает ход df6 а правильно отдавать шашку fe3 теперь черная игра gf6 ну и на ход gh4 меняют bc5 несмотря на лишнюю шашку выигрыша здесь убил нет допустим cb4 приходится закрываться ed6 лучшего нет белые снова нападают fg5 тут уже надо отходить fe7 закрываться нельзя белые играют b5 и у черных единственный ход ed4 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 cd4 cd4 еще ведет ничьей допустим ab6 de3 b7 и черные делают четкий ход dc5 то есть не даем поставить дамку на b8 из-за ее ловли тут же ef4 и все и ничья белые еще пытаются выиграть отдают шашку gf6 и ставят дамку на b8 тут проигрывает ход ed2 но черные здесь могут еще форсировать ничью они отдают шашку и нападают сзади ну и это уже ничейная позиция выигрыша нет допустим ef4 играем gf6 ну и на ход fg5 уже можно сыграть gh2 бой 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 допустим побили на b8 то есть как бы белые не играли допустим hg7 черные меняют шашку a3 и достигают ничей вот такие шлифы мне удалось найти сегодня проанализировал сразу же три книги это курс шашечных дебютов литвинович негра мои избранные партии маркиела фазылова и игра на вылет александра савинка друзья если вам понравилось данное видео обязательно ставьте лукаса подписывайтесь на канал поддержите мое творчество видео записывать не так-то просто сегодня два часа анализировал все возникшие позиции пришлось еще видите перезаписывать видео первый раз звука не было надеюсь в этот раз все будет хорошо до свидания друзья и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках субтитры субтитры